Модный экспресс продолжает мчаться по вашим гардеробным комнатам, по пути выбрасывая все ненужное. Доброе утро, с вами Николай Романов. Сегодня мы продолжаем супер-тему и разговариваем о вечной молодости или как не превратиться в старуху в свои 40 лет. Вечный вопрос, юбка или брюки. По моему личному опыту, женщины за 40 все-таки изменяют юбкам, выбирая брюки. Главное, чтобы они были правильной длины и ширины. А что касается юбок, то здесь очень важна длина. Классика этого возраста, чуть прикрытое колено. Настоящая королевская длина. Мини я не рекомендую, будет явно старик, а вот макси уместно только в платье. Мини можно носить, ведь есть дача, пляж, а у вас такие красивые ноги. Второе табу на сегодня многоярусный силуэт или одежда прошлых лет. Всевозможные жилеты из жилетки, шаль, шарфы, платки и палантины на плечах вызывают ассоциацию стареющей учительницы. Одежда, напоминающая моду прошлых лет, тоже не поможет даме за 40 выглядеть моложе. А вот юные девицы в этих вещах будут выглядеть весьма пикантно. Третье, нельзя на сегодня исключить яркие и потажные аксессуары, которыми часто пользуются молодежь. Забыть о ярких дермантиновых сумках, шарфах и шапках крупной вязки. И если выбирать, то украшения из благородных металлов, а сумки и перчатки из натуральной кожи или замши. Ну и напоследок, милые дамы, помните, что молодить не только модная одежда, но и ухоженный вид, прекрасная кожа, ухоженные волосы и руки, а также стройная фигура. Впереди уикенд, всем в тренажерку, либо на дачные участки, занимаемся своей фигурой. И в следующую пятницу мы непременно встретимся. С вами был Николай Романов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok